Привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Коропенко. Этот выпуск программы «Английский для детей и их родителей» посвящен небольшой, но очень красивой такой истории, которую написал знаменитый индийский писатель и поэт Робин Дернат Тагор, который называется «Paper Boats» – «Бумажные кораблики». Ну, я думаю, все ясно. Бумажные кораблики, они и есть бумажные кораблики. Сама история небольшая. Смотрите, покажу. Вот и все. Тем не менее, она очень такая мелодичная, что ли. Слова практически все простые, как вот посмотрите, такие коротенькие, но очень они так хорошо переливаются, плавно переходят друг к друга. Ну, красота! Мы, как всегда, сделаем так. Так, сначала мы сейчас послушаем, как читает языконоситель, потом я прочту, потом я ее переведу, ну, а потом мы немножечко поработаем со словариком. И какое, как бы, домашнее задание, это мы потом тоже озвучим. Итак, сейчас, без длинных всяких предисловий, давайте приступать. Языконоситель, кстати, произношение классное. Девушка будет читать. Я буду так немножко вести, как здесь, с курсорчиком, где мы продвигаемся. Ну, она читает не быстро, поэтому, я думаю, вы не потеряйтесь. Вы будете прекрасно видеть, где она читает. Имеет смысл первый раз послушать эту историю, несмотря в текст. То есть, просто закройте экранчик YouTube или не смотрите, или вы прослушаете просто вот на слух, да? И мы какие-то улавливаем с вами словечки, да какие-то не улавливаем, ну, в таком духе, да? А вот второй раз потом отмотаем немножечко видео назад, да, на начало, и уже слушаем, смотря в текст. А потом уже я прочту, чтобы, если вдруг какое-то слово там непонятное, вы не расслышали, да, или что-то такое, ну, я буду читать медленно, уже четко все будет слышно и понятно. Ну что, давайте приступать. Сейчас я запущу аудио. И аудио начинается быстро, поэтому и сразу, здесь вот начнем читать. Не с названия, девушка начинает там читать, paper boats, а отсюда, day by day. Okay, so, 3, 2, 1, go. Day by day, I float my paper boats, one by one, down the running streams. In big black letters, I write my name on them, and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shiuli flowers from our garden, and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white, bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the ladding is their baskets full of dreams. Okay, well, this is a beautiful girl who read this story. Now, I'm going to read it myself, in any case. If someone else is not clear, with my more natural Russian language, than this girl, you will all be clear. Кстати, многие в мире хвалят произношение россиян и украинцев, потому что его очень легко понимать на слух. Несмотря на то, что многие пытаются избавиться от такого акцента, тем не менее, русский этот акцент очень-очень делает так, что легко понять, что человек говорит. И для языконосителей, и для англичан, и вообще для всех. Я читаю, а вы следите, что я тут читаю. Я курсорчиком так приблизительно буду вести вот здесь вот сбоку, потому что предложение не длинное, поэтому чтобы перед глазами у вас не елозить этим курсором, то я буду здесь слева. Окей. I launch my paper boats, and look up into the sky, and see the little clouds setting themselves. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boat. When night comes, I bury my face in my arms, and dream that my paper boats float on and on, and under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams. Окей. Сейчас мы переведем совместно это творение. Переведем мы его как бы по-простому. Ну, то есть, ну, я постараюсь поближе слово к слову, чтобы слово к слову, да, ну, оно так не получится, ну, по крайней мере. То есть, я всегда так перевожу. Если вдруг вы смотрите это первое видео, как бы на моем канале, и моих подходов этих не знаете, то я перевожу по-простому, чтобы какие-то ассоциации у вас выстраивались все-таки между тем, где я тут перевожу, и тем, что я, собственно, перевожу. Потому что, если переводить очень красиво стараться, во-первых, это отнимает очень много энергии и усилий времени, а смысла практически никакого. Потому что вы будете, если вы начинающий в английском, просто запутаетесь, оно не будет соответствовать русский вариант английскому вобще. Окей, друзья, поехали. День за днем я запускаю мои бумажные кораблики. Float, это вообще-то не запускаю. Float, как бы, плыть, течь, да. Ну вот, я плыву, но в смысле, я делаю так, чтобы мои бумажные кораблики плыли. Понимаете, вот это одно слово, да. А в русском надо несколько. Поэтому мы так запускаю. Я запускаю мои бумажные кораблики. Один за другим. Вниз по бегущим ручьям. Вниз, у них слово вниз очень часто означает, когда мы движемся. Ну, или действительно вниз, или к началу чего-то, или к центру. Вот, например, down the city, да. К центру города. Ну, такое ощущение создается, что город как бы в виде воронки, да. И вот мы движемся down the street, по улице к центру, да. Вот в таком духе. Здесь вот имеется в виду, ну, буквально, я думаю, да. Потому что вниз все-таки, в основном, ручейки и речки бегут по наклону, да. Поэтому вниз по бегущим ручьям. Но я, чтобы вы знали, что down, и потом идет что, что именно down. Тут улица, речка, еще что-то, город. Не всегда оно означает вниз. In big black letters I write. Большими черными буквами я пишу мое имя на них. И имя деревни, где я живу. Я надеюсь, что кто-то в каком-то незнакомом, чужом, не месте, незнакомой чужой земле найдет их и узнает, кто я, кто я есть. Я нагружаю, ну, если так по-простому, нагружаю мои маленькие кораблики цветочками щиули. Я даже, друзья, не вникал, что за щиули, пусть будут, это дело к английскому не имеет здесь. То есть цветочками щиули из нашего сада. И надеюсь, что эти, bloom – это цвести. То есть, blooms, как существительное такое цветение рассвета. Красивейшая фраза. Blooms of the dawn. Эти, как бы, цветы рассвета. Ну, не в смысле цветы, вот как мы привыкли, flowers, а такое более поэтическое слово. Bloom. Эти цветения рассвета, их понесет безопасно к земле какой-то, ну, к берегу в ночи. Я запускаю, вот это launch, уже более, запускаю, действительно. Я запускаю мои бумажные кораблики. И смотрю, ну, вверх, на русском ясно, что вверх, в небо. И вижу маленькие облака, которые, ну, как бы, устанавливают, которые устанавливают свои белые, такие, выпирающие паруса. To set sail – это значит одновременно отплывать и готовиться к отплытию для корабля и вот вставить паруса. Я знаю, ой, я не знаю, I know not, вот так поэтично. Обычно мы бы сказали I don't know, да, но бывает и так. Я не знаю, что это такой за друг мой, друг в смысле play, игра, mate, товарищ, да, вот что это мой за дружок такой в небе, посылает их вниз по воздуху, чтобы состязаться, в смысле гоняться, как бы, с моими корабликами. Ну, посылает, в смысле, облака. Когда ночь приходит, я прячу свое лицо в руках, в ладошках. Berry – первое значение, ну, вообще-то хоронить, ну, здесь я хороню свое лицо в ладошках, что-то не очень. Я прячу свое лицо в ладошках и, ну, dream – это одновременно и мечтать, и спать, да, в данном случае, ну, вот как вам больше нравится. И вижу сны о том, что мои бумажные кораблики плывут себе дальше и дальше под полуночными звездами. Красота. Феи сна плывут в них. И груз, лейдинг, то, что нагружено в корабликах, это их корзинки, полные снов. Опять-то я говорю, красота. They are baskets full of dreams. Корзинки фей, наполненные с нами. Вот такую вот милую историю написал Робин Дранат Тагор. Теперь, вы всегда, если хотите научиться и красиво читать, да, всегда вы можете спокойно назад видео намотать, да, и читать за языконосителем, останавливая предложение за предложением, и за мной, останавливая, как бы, видео после каждого предложения, которое я читаю, и читая тоже. Теперь, друзья, мы перейдем к нашему маленькому словарику. А вот он, наш маленький словарик. Итак, как всегда, я читаю фразу английскую, делаю маленькую паузу, чтобы вы ее прочли тоже за мной, потом я даю ее приблизительный перевод. Ваша задача завести бумажный словарик, если вы его еще не завели, и выписать туда вот эти фразы, а справа русский перевод. В два столбичка так. Потом, когда, если вы захотите учить эти фразы, вы закрываете просто-напросто английский вариант и пытаетесь, смотря в русский вариант, не читая русский, сразу же говорить английский. Всегда я делаю так, что вот эти слова новые какие-то, которые я, как бы, интуитивно чувствую, что для многих из вас будут новыми. Я их даю только во фразах, всегда. Одно слово, например, «beutz», это почти бесполезно. Вы забудете его, если вы будете учить его индивидуально это слово, ну, забудете через пару дней. То есть, вы будете помнить, что вы его, как бы, знаете, но вы не будете помнить, что оно означает. А, конечно, нашей целью, и вообще, людей, которые учат английский, является не только, чтобы вы узнавали эти слова, да, но чтобы, желательно, вы могли побольше из них использовать, когда вы говорите на английском. Окей, друзья. Three, two, one. Поехали. Day by day. День ото дня. День за днем. Комментарии излишни. Все тут так понятно. Paper boats. Бумажные кораблики. Down the running streams. По-простому давайте. Вниз по бегущим ручьям. Someone in the strange land. Кто-то в незнакомой земле. Земля в смысле, как страна, понимаете, ну, не почва, естественно, не грунт, а именно территория. I load my little boats. Я нагружаю мои маленькие кораблики. Нагружаю, загружаю, вот это load, заполняю. Blooms of the dawn. Цветы рассвета. Такие цветения рассвета. Что-то, что цветет. They will be carried safely to land. Такая длинная фраза. Я взял здесь так называемый passive voice. Этот пассивный залог. Не будем вдаваться, вникать в эти дебри грамматические. В общем, переводим. Они будут, как бы, ну, нестись carried. Их будет нести, вот так. They will be carried. Безопасно. К земле. К берегу. Я запускаю мои бумажные кораблики. White balding sails. Белые, выпирающие, надутые паруса. Bulge, такой вздутый, в данном случае, balding sails. Паруса, по которым дует ветер, естественно, да, и поэтому они выдуваются. Playmate of mine. Мой дружбан по игре. Playmate. Друг, который играется со мной. Send them down the air. Посылает их вниз по воздуху. To race with my boats. Чтобы соревноваться, race, как бы, гоняться с моими корабликами. I bury my face with my arms. Я прячу, прикрываю свое лицо моими руками. Да, не ладошками, а все-таки руками. Мы точно не знаем, как он там скручивается, да, что свое лицо прячет. Может быть, не в ладошках, а вообще так вот, как бы, аж под локтями. Да, кто его знает, как там он выгибается. Вообще-то, arms – это руки. Полностью руки. Не только кисти там или что-то, а целая рука. От плеча, плечевой кости, это и до пальцев. Under the midnight stars. Под полуночными звездами. Полуночными, полуночными, да. Часто из-за английского, как бы, забываю русские слова. Поэтому прошу меня наперед извините, если я что-то смешное скажу. Груз – это их корзинки. Груз – это их корзинки. Корзинки, полные снов или мечт. Наполнены мечтами, снами. Я уже говорил сегодня, да, что, ну, в английском мечта и сон, в принципе, dream. И поэтому мы так по, как говорится, по контексту, то есть по ситуации понимаем, что это у нас тут, сон или мечта. Окей. Итак, друзья, смотрите. Маленькое домашнее задание. Что, как работать с вот этими вот историями и стихотворениями, которые я вставляю в свои эти выпуски. Первое упражнение, как вы помните, слушаем, несмотря в текст. И периодически это можно делать, хоть и 17-й раз вы делаете, естественно, несмотря в текст. Второе упражнение, слушаем, смотря в текст. И слушаем языконосителя. Третье упражнение, слушаем меня и смотрим в текст. Четвертое упражнение, читаем сами. Уже пытаемся просто, не останавливая предложение за предложением, а просто читаем сами этот текст. Пятое упражнение, работаем со словариком. Вот эти фразки, которые мы усваиваем их. Шестое упражнение, читаем опять. В этот раз, когда вы читаете сами, вы, по идее, должны понимать большую часть того, что вы читаете. Седьмое упражнение, слушаем языконосителя, несмотря в текст. Восьмое упражнение, слушаем меня, несмотря в текст. То есть, смотрите, такой железобетонный, такой, что вам нужно делать одно за другим, прямо я вам не могу сказать, потому что у вас у каждого разное восприятие, разный уровень английского и так далее. Но, по крайней мере, вы понимаете принцип. Вы играете этими упражнениями. Вы манипулируете, вы сами варьируете, что вам делать. Но желательно начать, когда вы приступаете, только слушаем, несмотря никуда. Второе упражнение, слушаем и смотрим, как языконоситель читает. То есть, смотрим в текст. Потом меня слушаем, потом работаем со словариком, потом читаем. Нет, потом сами читаем, пытаемся. Потом со словариком, потом опять сами. Потом слушаем языконосителя, а потом уже, как вам больше нравится. конечная у нас всегда две две задачи первое это чтобы красиво прочитали эту историю без запинок ну масенький там вдруг случайно какая-то это ничего язык заплелся добывает и второе упражнение это словарик закрываем английскую половину до смотрим русскую и легко воспроизводим английские фразки 1 1 1 1 1 вот так вот можно тогда считать что мы с этой истории действительно вы поработали и обогатили свой английский в разных аспектах окей друзья я желаю вам красивого английского приятного английского и до встречи в наших следующих видео